Амхарский язык, то есть официальный язык Эфиопии, численность народа, который является носителем языка, порядка 20 миллионов человек, это где-то треть населения страны, но язык является государственным, длительно был вообще единственным признанным языком. Основное название Амхарский язык, также Абиссинский язык могут его называть. Ну, в общем, это современный язык Эфиопии, а ГС классический язык. В основных городах типа Адис-Абеба, Харар и так далее, основное население в основном говорит на амхарском языке, кроме того, как в качестве второго языка примерно 5 миллионов им владеет. То есть есть там основной этнос, который владеет амхарским, и есть значительное население, которое владеет как вторым языком, потому что он государственный. Что касается эфиопских евреев, то значительная часть их также владеет амхарским языком. Я ранее говорил, что они владеют тигриней, но это вот те, которые из Эритрии, те, которые непосредственно из центральной Эфиопии, они амхарским, естественно, владеют. Три диалекта. Язык известен примерно с 13 века, как я уже говорил, у них есть классический церковный язык ГС, ГС, а это, так сказать, новый язык, то есть происходила определенная эмансипация языка. ГС основан на северных вариантах эфиосемитских языков, то есть он ближе к Эритрии, на самом деле. Позднее у них перенесли центр их цивилизации к югу, то есть, допустим, Гандар там такой был, и там подобное государство уже на юге, и там уже начали употреблять в качестве официального языка амхарский. Это примерно 17-18 века, уже старый амхарский господствует. В 20 веке вводили, когда образование уже систематическое, они вводили его на амхарском. В 55 году единственный официальный язык эфиопской империи был тоже амхарский. Официальная языковая политика во 20-е была на распространение амхарского, практически на ассимиляцию всех остальных языков, чтобы был стандартный эфиопский язык. Когда пришли к власти, ну, практически коммунисты, то есть Мингисту Хайли Мариам, в принципе, они продолжили, на самом деле, политику. Как мы знаем, по СССР политика унификации продолжается. При коммунистах, в принципе, то же самое продолжали. Когда пришли демократы, сейчас формально в Конституции провозглашено равенство всех языков, но реально, поскольку ресурсов, как правило, нет, просто финансовых, на поддержку малых языков эфиопии, как правило, все равно доминирует амхарский, потому что это проще. Это лингва франка. Но про остальные языки я еще расскажу, тут про некоторые, про то, как пытаются их восстановить, возродить и так далее. Считается, что литературный язык с 19 века, и в настоящее время, да, он кодифицируется весь 20 век. Изучали сначала западные исследователи в 19 веке, и сейчас активно работают эфиопские тоже ученые с 20 века, начиная. Письменность на основе эфиопского силабария добавили новые значки для тех согласных, которые есть только в амхарском. Различает староамхарский язык, это где-то 14-18 века. На староамхарском много религиозных текстов дошло, потому что они христиане, поэтому они продолжали эту традицию развивать уже на староамхарском. Дошли царские песни, то есть некие такие стихи, которые прославляют подвиги эфиопских царей на староамхарском. Староамхарский в основном отличается орфографией и определенными особенностями. Морфологией, то есть грамматикой определенной. В старом амхарском довольно много гееза, в современном амхарском почти его нет. То есть вот в 19-20 веке зачистили язык от церковного, сейчас процента два только церковного языка. Язык полностью современный. Ну вот состав согласных. Что интересно, лабиальные пары почти для всех есть. То есть есть КОГО, вот это вот эмфатическое, я уж прям не пронешу, огубленное эмфатическое. Б и В с какие-то дополнительно огубленные, МВ огубленные. В общем 28 фонем. Гласные примерно как обычно в эфиопских, но отличаются Э и Э. То есть нижнее Э, у них там как отдельный звук. То, что ШВЭ обозначается, оно типично в И превратилось, то есть это средний верхний, это И типично. И вот так его и следует читать. Ударение есть, но не различает слова, как правило. На любой слог, в принципе, может падать, но его не учат, потому что нет пар, которые бы различались ударением. Развитые всякие явления ассимиляции. Ну вот примеры простых слов. Простые структуры синичские, вот как это в Амхарском. Самые такие простые слова выглядят. Полотализация, то есть смягчение согласных, как и для русского характерно, но оно у них больше походит на польский, то есть смягчение происходит с образованием африкат, допустим. Та смягчается в Ча. Смягчение в определенных только морфологических позициях происходит. Ну, довольно много всяких чередований, допустим, слияния гласных и так далее. То есть много процессов на стыках согласных. Имеется категория рода, но почти все существительные теперь мужского рода. Как я уже говорю много раз в этих языках, разрушается категория рода, которая довольно сильная была в семитских. В частности, вот в Амхарском это выглядит так, что почти все слова сейчас мужского рода. Поскольку это произошло, обычно сейчас добавляют слово мужчина и женщина, когда пытаются здесь все-таки различить род. Допустим, говорят конь-мужчина, это значит жребец, или там конь-женщина, это значит кобыла и так далее. Потому что средств грамматических уже практически нет для рода. Суффикс т или ит семитский остался, но редко употребляется. Число упростилось. Как я уже описывал, в ГАИЗе очень сложное множественное число. То, что оно семитское, то есть там есть сломанное с изменением основы. Здесь возник суффикс четкий, отч, причем совершенно новый, вероятно, откуда-то заимствованный. И вот за счет него все и образуется. Немножко есть старый семитский суффикс-то. То есть множественно сильно упростилось. Вообще, относительно Амхарского, нужно сказать, что он развивается как агглютинативный. Утрачиваются многие особенности семитских, чисто семитские, и превращается постепенно в агглютинативный язык. Это на разных уровнях характерно. Вот они числительные. Тоже кое-какие заметно, что семитские, а кое-какие не совсем не заметны. Но в основном общесемитские все-таки. Да, асра там все такое. Два падежа, маркированные и немаркированные. Маркированный падеж кончается на Н, и можно, в принципе, сказать, что это винительный, хотя не совсем. То есть он обозначает прямое дополнение маркированной падежи. Широко используются предлоги-послелоги, как обычно в семитских. Сложная система времен. Есть синтетические времена многочисленные, есть аналитические. Синтетические в основном прошедшие, прошедшие, прошедшие совершенные, настоящее будущее. Я покажу позже, чуть-чуть образуется. А аналитические образуются с аналитическими глаголами, допустим, со связкой там или с другими модальными глаголами. И аналитических времен очень много, и они закрывают как виды, то есть имеются в виду разные виды, так и модальности. Чуть позже дам всю полную таблицу аналитических времен в Амхарском. Но, опять же, нужно сказать, что для просемитских не характерны эти аналитические времена, это полностью образование вот этого языка. В этом языке возникло наклонение изъявительное, побудительное и предположительное. Ну, наклонение, видимо, устойчиво всё-таки сохранилось, насколько я понимаю, семитский императив. Обширная модальная глагола, а также и суффиксы модальные, то есть модальность хорошо изображается. В связи с тем, что развивается агглютинативность, разрушилась система пород. И для Амхарского, скорее, нужно говорить, что есть несколько основ глагола, которые восходят к семитским породам, но уже потеряли вот эту вот всю эту регулярность семитскую. Скорее, вот изменение глагола уже напоминает андоевропейское. То есть есть некоторые основы глагола, и есть большое количество приставок всяких, суффиксов. Развилось много приставок, которые не характерны для семитского глагола, и которые вот уточняют разные значения. Приставок довольно много. Поэтому пропускаю эту тему. Есть определённый артикль, вот она, определённость. У и В. Определённый артикль постпозитивный. Причём во множественном числе присоединяется после суффикса множественного числа. Отрицание и циркумфлекс. То есть для того, чтобы отрицание, отрицательный глагол сформулировать, нужно приставку к нему сделать и суффикс отрицательный. Пропускаю тему местоимений, так как это частности. Есть инфинитив на МЭ, приставка МЭ инфинитива. И к нему присоединяются к инфинитиву различные типичные предлоги. Семитские типа БЛЭ, которые модифицируют значения. И поэтому инфинитив часто встречается. То, что с предлогами он там может разную роль играть в предложении. Развитые предлоги после логинга, как я уже говорил. Союзы сочинительные в целом. Общесемитские, но и собственные тоже есть. Так, и приставки глагольные опять пошли. Много глагольных приставок, которые имеют синтаксическое значение, значение вида и так далее. Подчинение одного глагола другому глаголу. Всё пошло через приставки в этом языке. Вот местоимения. Вежливая форма довольно оригинальная. Остальное, в общем, общесемитское. Ну, или близко к нему. Есть также система местоименных суффиксов. Они немножко не походят всё-таки на семитские многие. Но принципиальная сама модель та же самая, общесемитская. Есть объектные суффиксы. В целом, примеры уже ранее приводил. Не буду все большие эти приводить таблицы. Вот показатели, вот синтетические формы, как образуются. То есть, либо они образуются с помощью приставки, либо с помощью суффикса. Либо они вообще вот так вот сложно. Часть из этих формантов, она явно восходит к общесемитским. Допустим, Е, Т, узнаваемая. Часть это переосмыслили, видимо, эти местоимения и так далее. То есть, часть переосмысленные семитские, часть что-то совсем новое. Вот как и выглядит на практике. Ну, вот это всё напоминает всё-таки уже индоевропейский глагол по моделям, а не семитский. Есть несколько основ. От основы образуется время с помощью окончания этого времени. Это модель вот санскрита. И вот список аналитических форм. Вот видно, да, что они могут обозначать время, допустим, настоящее, прошедшее, предпрошедшее. И они могут обозначать также вид и модальность. И получается их огромное количество. Но в целом запомнить несложно, потому что это нужно просто запомнить глагол и с чем он сочетается. Относительные формы глагола с приставками, кратко говорил уже о них. В частности, пропускаю, естественно, точно так же на четыре согласных немножко по-другому изменяется. Чередуется с удвоенным, вторым корневым согласным и так далее. То есть, специальные различные формы образования и основ, безусловно, есть как во всех семитских. Что касается словообразования, оно тоже изменилось. И все большую роль играют суффиксы и приставки, которые традиционно в семитских мало. В основном в сибитских словообразованиях по моделям. Кое-какие модели остались и в амхарском, но их значение падает и увеличивается значение суффиксов. Вот, допустим, пример, да, сколько различных суффиксов появилось новых. Это тоже вот именно амхарская такая черта. И есть сложные также слова, словообразования со сложными словами. В простом предложении интересная черта. У них появилось расщепление предложения, чтобы выделить тему и рему. То есть, вот новая часть высказывания, новая информация, она специальным способом выделяется в предложении. Сложные предложения, в общем-то, общесемитские. Но большую роль играют относительные глагольные формы, о которых я говорил, которые образуются с помощью приставок. То есть, определенная приставка, она может означать также, что это глагол в составе подчиненного предложения. То есть, это сложное подчиненное предложение, а глагол с приставкой означает, что это предаточно идет. Что касается заимствований, 45% слов вообще непонятно откуда взято. То есть, примерно 40% там семитские, 45% не знают откуда. То есть, был какой-то сильный субстрат, который сейчас пропал. Был какой-то язык, из которого это взято, но его сейчас нет. Такая ситуация. 6% кушитские слова, которые хорошо восстанавливаются. Только 2% из гееза, потому что язык зачистили от гееза. Ну, из гееза в основном книжные слова, которые решили не конструировать, все-таки оставить из церковного языка. Много арабского, много европейского, естественно. Немножко греческий. Греческий, видимо, через геез, потому что в геезе достаточно греческого. Выделяются различные диалекты, но эту тему не касается. Ну, вот это краткое описание Амхарского, просто чтобы выделить его основные особенности.